Про мою любовь 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 общественники прожили за эту неделю, что будет приблизительно премьер. И кроме того, мы подготовили тоже, у нас очень хорошая скорость, у нас новость. Мы должны сегодня немножечко придерживать. Как ее расскажем? А мы потом, мы пока сегодня не будем говорить, нет? Нет, будем, будем, будем. Мы сегодня будем, но сначала надо предоставить слово Лили. Вы не говорите, что говорите. Я буду говорить. Я буду молчать. Потому что я не буду молчать. Слово Лилии. Давайте, Лиля. Ну, первое, мы, конечно, не расскажем обо всех новостях, которые происходят у нас, и даже в Аргентине, это слишком много. Но первая и самая важная новость, это, конечно, день флага России. Так, его указ об учреждении этого дня был подписан 20 августа, как раз мой день рождения. Ну, конечно, да, в 1924 году. Вот. И нам бы хотелось показать небольшой сюжет об этом. Вот, и я расскажу историю флага. Это сюжет, это в Аргентине или это в различных странах? Нет, это, скажем так, это в России. А в России, да. Да, Рудольфа, можно, можно, да. Это по нену? Да. День государственного флага России ежегодно отмечается 20 августа. Он был установлен на основании указа президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года. В этом году российскому триколору исполнится 350 лет. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят на русском военном корабле «Орел». Законным отцом триколора считается Петр Первый. 20 января 1705 года Петр издал указ, согласно которому на торговых и всяких судах должно поднимать бело-синий-красный флаг как символ России. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Рождённый вместе с первыми русскими военными кораблями, российский флаг долго оставался принадлежностью флота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова и сıkчетта армии. И definedой отцом ручной флаг. Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова с подъемленными такими камерами. Калеряем 268-1967. Корректор А.Егорова Faith fez планки. В.Буку, нояб�, ах смыгода на татарах и войнется с утром. В.Буку, нояб� и компания. Редактор А.Егорова а сэр и на изделие но сэсэ сэсэнтой учу и доме отраве волосы триколор и конца курился да и вот до 19 века русские моряки подружали на берегу присоединенной ими земли памятный крест так но в 1806 году появилась новая традиция русская экспедиция военная в тот год обследовала побережье южного сахалина и подняла на берегу два флага андреевский флаг как в честь военного флота россии и триколер как символ новых владений россии как флаг теперь уже с этого момента как флаг россии и что обозначают цвета флага красный державные державность синий цвет богоматери под покровом которой находится россия белый свобода и независимость bueno и los colores yo todo lo que hablo en russo lila voy a contarle rapidito porque el programa sigue nosotros me interesó mucho en la tres colores porque no sabía que los tres colores venían rojo que es el estado el color del estado el azul es el color de la espiritualidad o sea porque nosotros los cristianos tenemos escrito el nombre de la madre protectora de rusia este y el blanco es el signo de la libertad o sea lindo lindo combinación de colores bueno diga vos tenés más noticias por supuesto pero quisiera también decir que el 22 de agosto también fue en la fiesta patria para república de ucrania que fue el día de la independencia de ucrania está festejando y también se hizo las principales plazas de buenos aires también se festejó y tienen un un monumento en palermo que se habían reunido los este nuestros también compatriotas nuestros amigos y eso nuestra anna anderson que usted todos conoce bueno nosotros no estamos agradeciendo a nuestra gente colaboradora y qué pasa los bares de colaboradores dónde están nuestra anna anderson eva eva comina donde están todas las chicas que siempre están en el banner que queremos agradecer gracias rodolfo y perdón hoy un poquito bueno las mujeres son más así un poco este desordenado fue porque teníamos muchas noticias y un poco de los dos lugares llegaron esas noticias entonces fue un poquito desprolijo esa parte pero bueno como siempre vos este nos está aguantando santiago Добавил субтитры Алексею Дубровскому Мы готовы увидеть и всё-таки я-то просто как раз тебя попроси. Я как раз вот к этому времени, 22-го... Что вы, доктора, вы же... Не, 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 я... Я вообще скраблась. У вас программа, что мы должны, конечно, сказать о всех, да, и в Украине. Я просто хотела сказать, что именно это... Так как я, как бы, тоже не успела вставить, но я знала, что как раз этих числах 20-го, 22-го, там, когда день флага, день независимости, совпало много, как бы, таких, да, там у нас очень много наших соотечественников, конечно же, это шли... Я, как бы, тоже не смогла побывать, но смотрела по сетям, было очень интересно, и посмотрим потом. Я видела, она подготовила такое. Bueno, Lila, seguimos. Tu noticia, como son? Ну, как, como son? Что мы с тобой ходили на концерт? Да. В Гренады, ты помнишь? Да. За всеми остальными событиями, помнишь? Итак, дорогие друзья, что же у нас за новости? Что же такое за Гренады? Сейчас Lila Баринова специальным, так сказать, как специальный корреспондент нам расскажет, что это такое, что это такое за чудесное слово? Ну, Гренада – это группа музыкантов и певцов, и танцоров, которая много-много лет уже была сформирована, и, в общем, путешествует по всему миру. Они приехали из России, то есть они сформированы были в России, да? То есть это наш российский коллектив. Уже 75 лет. 75 лет. Вот, видите, как? Вы знаете, сколько они раз бывали в Аргентине? Шесть раз. О! Хорошо, хорошо встречаются. Да, шесть раз. Если у нас есть звук, и мы можем немножечко послушать, и я думаю, что с удовольствием присоединятся наши зрители, послушаем. Очень интересно. Это они были выступать, они были в русском доме, были потом... А почему не дают звука? Мы с Родольфом подаем его с испеконной тамерсико спасали. Будет расти. С праздником, balmalinka моя, scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot-scot. Продолжение следует... 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 Она организовывала, нам расскажет, она имела какое-то участие к этой группе. То есть на базе кафедры России, институт такой здесь и есть, называется здесь Институту де Релационис Интернационалис для Университета Националь для Плата. Вот это, скажем, эта кафедра при этом институте. Но Тамара Евтушенко, которая является координатором, скажем, вот этой кафедры, она нам расскажет все подробности. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас несколько будет гостей. Вот первой гостью будет восхитительная девушка, очень умная. Вот мы ее все знаем. Это Тамара Евтушенко, которая нам сегодня расскажет много интересной информации, которая будет полезна не только нашим российским зрителям, но и, безусловно, всем аргентинцам, которые заинтересованы изучать русский язык и культуру. Давайте не будем, наверное, задерживать. Все наши остальные новости, я думаю, мы немножечко можем сдвинуть, да? Хорошо, мы пригласим Тамара. Вот у нас как раз все в таком же направлении. У нас получается две... Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Ты можешь как бы спокойно себя чувствовать, облакотиться. Замечательно! А вот камера у нас специальная. Камера у вас здесь, да? Да, да, ты сейчас можешь в нее смотреть. Я сейчас читаю. В общем, как вы связаны с Гренадой? Вы связаны с организацией от приезда их сюда? Да, мы на самом деле организаторы этого концерта, и мы очень много сделали для того, чтобы принять как раз Гренаду в Буэнос-Айресе. И мы смогли организовать концерт, ни слушай на Центро Культураль Бетансос. И, да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. И, да, 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 да. И в majesty encountered Ноюной школы была очень Regardlessа они были в рано, да, 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 гдеjä который, мы были в Сан-Луис го cru worshием. И еще не学али. И еще, наверное, с обеденчивостью,其實, ну, в такzem рублей, было много всяческих��� iaitu нас назад. Центр Культурал Бетансос, и также, по сути, что Лилиана, что вы слышали, что вы говорили, 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 что вы говорили. Да. Мы очень много друзей из этого центра, и они принялись им, чтобы получить Гринада, и не случайно, что это название Гринада, они связаны с Эспания, и даже у них есть премия, также, из Эспания. Так что, мы действительно можем сказать, что это успех. Я хочу сказать, что вы знаете, что вы знаете много о жизни. Я хочу сказать, что это было, когда они были на УВА, в Деречо, это было 3-4 лет назад. Да, 3 лет. Да, 3 лет. И, наверное, я думаю, что организовала, в этот момент, в Казарусе, я была в руках... ...вели Валери Кучера. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. И можно говорить сколько угодно об этом. Но у меня вот есть практическая, значит, скажем так, практическая тема к тебе, там она пока тебя смогли ухватить за хвост, потому что ты очень занятой человек. И я бы хотела сегодня поговорить о кафедре. И сразу тебе скажу, что мы пригласим тебя ещё раз, для того, чтобы ты могла рассказать об этом центре, который был тобой организован, или кафедре. Спасибо большое, да, с большим удовольствием. И вот сейчас я бы хотела задать несколько практических вопросов, да, на тему именно кафедры и обучения русскому языку иностранцев. Так получается, да? Да. Сколько я поняла, не только иностранцы, но и, в общем-то, русские могут быть. На самом деле мы на кафедре международных отношений, Universиета La Plata, es Universidad de La Plata, Nacional de La Plata, и la кафедра fue creada en 2012, pero не было никакой активности, desde 2012 hasta 2018, hasta que не обещали convenе с Университет Статал de Санкт-Петербург, который в данный момент я representаю в Аргентине. Фирмали мы конкурировали. Университет Статал Статал de Санкт-Петербург, и фирмали мы в 2018 конкурировали. А в данный момент мы работаем через этот конкурирование в кафедре. Хорошо, тогда как у нас дело обстоит с дипломами? Это какой-то диплом, это сертификант. Что это такое? Что могут люди после этого? Чем заниматься в языке? Мы занимаемся всем. Мы проводим культурные мероприятия. Нет, а вот чисто о дипломе. О дипломе. Это государственное тестирование. Мы единственные в Аргентине, кто проводит тестирование Петербургского университета. Для граждан, для наших компатриотов, мы можем предложить экзамен на гражданство Российской Федерации. И мы единственные, кто проводит такой экзамен ежегодно. И мы готовы тоже всех слушателей пригласить. Это экзамен. Это экзамен. Это экзамен. Продолжение следует в России, в Санкт-Петербурге, и принимает экзамены. Это как сессия, которое мы делаем в рейтинге, и этот год они были в разных странах, в том числе, в Пуерто-Рико и в Урагу. Так что, каждый год, мы пригласим студентам, аргентинам, и также наши compatриотам, из-за моих матрибов, которые уже забывали язык, и также, мы единственные в стране, что мы можем дэти диплома для Сиуданья-Руси. Это был один из двух parenting, но мы также готовы на Сиуданья-Руси. В Старпе жилье в Руси, в Санкт-Петербурге, в деле, проще, в что действительно спчесане, в случае чтобы был использован, этот processing, этот учебный, как вы можете учитывать у учебного образного образования, в учитывая, это на учебные обстоятельства, мы можем не gedachtать, это можно установить диплома, Этот diploma также выполняется в интернете. И с участием на общественном порядке, это позволит иметь участие, так как аргентинской области, как русской области. Это больше для тех, кто-то из мировой милиции, и хотят иметь связь с Россией. И для тех, кто-то из аргентинов, участие для путешествий, для участия в России, обострованный, и еще можно сказать, чтоppесамин обслуживает также для учёных студентов, которые хотят учить на Россию, и вы можете оставить один год, не делать препаратурный курс. Да, это курс для universidades. И мы ждём, что Blocks наших соединиться, потому что вы подписаны с нами, очень интересная беседа, Спасибо, Тамара, что ты сегодня к нам пришла в гости Действительно, вот прям Ожирею, что мы не смогли Дать анонс, чтобы нас побольше Сегодня смотрели по теме Итак, давайте увидимся через несколько минут Хорошо, да Я бы хотела сразу начать говорить, но увидимся через минуту Прямо как Субтитры сделал DimaTorzok Прямо как Прямо как